Мнение эксперта продолжает нашу программу и сегодня на повестке дня у нас вопросы по изменению законодательства по многодетным семьям. На эти темы поговорим с Мариной Новиковой, начальником управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Урая. Марина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. 2024 объявлен годом семьи и уже с начала года, с января, очень много говорилось и говорится о поддержке наших больших дружных семей. Что изменилось для наших земляков, кто воспитывает трех и более детей? Совершенно верно, Елена. У нас в этом году, в начале года, 23 января, президентом был принят указ о многодетных семьях в Российской Федерации. Это впервые такой закон, указ был принят, который устанавливает единый статус многодетных семей на все территории Российской Федерации и единый рекомендуемый перечень мер социальной поддержки для таких семей. В этом же указе было установлено, что теперь статус многодетных семьи присваивается бессрочно, что тоже ранее нигде не было прописано. Поэтому с начала года правительством Российской Федерации была проведена работа по приведению законодательства как федерального органа и субъектов Российской Федерации регионального законодательства в рамках исполнения данного указа президента. И, конечно, наш Ханты-Мансийский автономный округ тоже в рамках исполнения указа президента привел все законодательство окружное в соответствии с данным указом, установил ряд мер социальных поддержки многодетным семьям, даже те, которые раньше, например, не были установлены. Если мы приведу пример, например, льгота по коммунальным услугам ранее многодетным семьям предоставлялась только за им непосредственно коммунальные услуги в размере 50%, то на сегодняшний день льгота предоставляется не только за коммунальные услуги, но и за оплату за жилое помещение и взносов на капитальный ремонт. Размер составляет 45%, но, тем не менее, распространяется, в принципе, полностью на оплату. Также выплата единовременного пособия для подготовки детей к началу учебного года раньше предоставлялась только школьникам, то теперь данная выплата предоставляется и тем детям, которые продолжают обучение в профессиональных образовательных организациях или организациях высшего профессионального образования. То есть перечень льгот, он и сохранился, и некоторые льготы расширили свое действие. Кроме того, я хочу обратить внимание на то, что в соответствии с указом президента, теперь многодетными семьями признаются не только семьи, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, ну а также, если в составе семьи есть дети, которые в возрасте до 23 лет продолжают получать образование в очной форме, в образовательных организациях на территории, ну, неважно, Хантематийского округа, Российской Федерации, среднего профессионального образования, высшего профессионального образования, то меры социальной поддержки данной многодетной семьи продолжают выплачиваться на период продолжения обучения данной ребенка. Всем многодетным семьям предусмотрены новые удостоверения, но вот в конце января, в начале февраля их еще не выдавали, они еще не были разработаны. Сейчас их уже выдают, и как вообще проходит, как организован этот процесс? Да, у нас сейчас на территории всей Российской Федерации действует «Единая форма удостоверения многодетной семьи». Данная форма удостоверения была утверждена постановлением правительства Российской Федерации в конце июня 2024 года, и вот буквально на этой неделе, в понедельник, к нам в Урай поступили бланки удостоверений, и мы уже организовали работу по выдаче тем, кому не были выданы ранее даже удостоверения старого образца, либо по замене действующих, которые сейчас на руках у наших многодетных семей есть старые бланки удостоверений, которые уже на сегодняшний день утратили свою силу, мы также всем будем производить замену. Дело в том, что бланк удостоверения предусматривает наличие двух фотографий мамы и папы в данном удостоверении, поэтому в связи с тем, что у нас около 800 многодетных семей в городе Урае, одновременно организовать такую масштабную работу, конечно же, не представляется возможным, поэтому мы поэтапно приглашаем, индивидуально созваниваемся, приглашаем семью с фотографиями. Если это одинокая мама, значит, она только одну фотографию несет, если это полная семья, то обоих родителей. С фотографиями, и мы осуществляем оформление этого удостоверения, и уже через МФЦ семьи могут их получать. А в указе президента была предусмотрена возможность электронного удостоверения. Вообще это реализуется тоже? Как это проходит? Совершенно верно, Елена. Это уже Минтрудом с 1 октября 2024 года будет реализовано в пилотном проекте, но в пилоте участвуют все субъекты федерации, наш хантаматический автономный округ. Что собой представляет это электронное удостоверение? Это на личной странице портала Госуслуг. Если семья имеет статус многодетный, то там в разделе «Семья и дети» на личной странице будет отображаться QR-код, то есть двухмерный такой значок, который будет подтверждать статус многодетной семьи. Данный QR-код имеет одинаковую силу и как бумажное удостоверение. Соответственно, в рамках проекта предполагается, что данное электронное удостоверение должно быть всеми органами, организациями, коммерческими, некоммерческими, восприниматься аналогично бумажному удостоверению. То есть человек не обязан носить с собой бумажные удостоверения, он может открыть либо в смартфоне через приложение Госуслуги, либо на каком-то компьютере открыть этот QR-код. Организации и предприятия, которые какие-то льготы предоставляют, должны иметь возможность считывания этого QR-кода и предоставлять те меры социальной поддержки, льготы многодетным наравне, как бы если он предоставил им бумажное удостоверение. А электронное появляется само в личном кабинете или тоже какое-то заявление нужно написать? Нет, заявление никакого писать не нужно. Дело в том, что когда семья подаст заявление на установление статуса, этот статус будет ей присвоен через программу социального обслуживания. Это автоматически будет привязываться к госуслугам этого гражданина. Соответственно, автоматически этот QR-код будет появляться у них в разделе, в личном кабинете госуслуг, в разделе «Семья и дети». То есть отдельно на него заявление писать точно не надо. Вот смотрите, многодетная семья появилась, родился новый ребенок. Она зарегистрировалась, получила свой статус, стала получателем льгот. А как часто нужно подтверждать этот статус? Вообще есть ли какая-то перерегистрация многодетных семей? Через какой период она проходит? Вообще перерегистрироваться не нужно. Но если многодетная семья имеет в своем составе студентов, которые обучаются по очной форме обучения, то ежегодно в сентябре необходимо предоставлять справку из учебного заведения о том, что данный студент продолжает обучение по очной форме для того, чтобы меры социальной поддержки были возобновлены. Это очень важно, потому что сроки назначения мер социальной поддержки у нас установлены в постановлении правительства. И, соответственно, если наши многодетные семьи забыли, опоздали и так далее, то назначение мер социальной поддержки будет идти с месяца предоставления данных документов. По остальным мерам социальной поддержки таких требований нет. В принципе, они будут выплачиваться в установленном порядке. Единственный момент. Хочу напомнить нашим многодетным семьям, что есть такая возможность получения единовременного пособия для подготовки к обучению детей. Заявление, оно носит заявительный характер, и заявление необходимо подать до конца календарного года. То есть если у них в этом году право есть, то до конца календарного этого года они должны свое право вот это реализовать на получение именно единовременного пособия для подготовки детей к обучению. Если говорить о поддержке семей, да, вообще об институте семьи, как развивается сегодня такое направление, как замещающие семьи в Урае? У нас в Урае достаточно много замещающих семей. К замещающим я отношу и приемные семьи, и опекунские так называемые семьи. У нас порядка 180 семей таких. В них воспитывается очень много детей. Поэтому и люди обращаются. Ежегодно у нас организуется школа приемных родителей, где у нас не менее 20 кандидатов, замещающих родителей, ежегодно проходят обучение, которые планируют в дальнейшем взять ребенка к себе в семью, в приемную. Вообще у уральцев насколько охотно становятся опекунами? Ну, вообще желание у уральцев есть. По разным причинам. Бывает причина та, что, не дай бог, в семье какое-то горе произошло, и остался родной ребенок, родственников, да, и по этой причине становятся опекунами. Но больше у нас в семье все-таки это те, которые привезли детей, например, с других субъектов, которые берут совершенно посторонних детей себе в семью и воспитывают их. И их мотивация я хочу сделать ребенка счастливым и вырастить его в счастье и в любви. Поэтому уральцев в этом отношении очень активны и часто очень становятся приемными родителями. Арина Александровна, большое спасибо. А я напоминаю, что в эфире было мнение эксперта. Мы обсуждали льготы, поддержку многодетных семей. Всего доброго и до встречи в эфире.